Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. Я каждый день публикую по несколько видео, это обзоры на технику, которая выходит на продажу, обзоры товаров в магазине, про круты рулеток, открытие контейнеров, ну и соответственно свежие новости и анонсы того, что будет происходить в нашей игре в ближайшее время. Если все это вас интересует и интересует увидеть это вовремя, а иногда даже заблаговременно, то подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Я стараюсь специально для вас и хочу, чтобы мои видео были как минимум для вас полезными. Самая обсуждаемая тема в последнее время это переведение премиумных машин в статус коллекционных. Кто-то на этом хочет заработать голды, кто-то переживает за то, что их будут нерфить, ну и соответственно я решил ответить на самый, мне кажется, главный вопрос, а именно список машин, которые в ближайшем обновлении будут переведены из статуса премиумных тачек в статус коллекционных. Их список, ребят, довольно-таки немаленький, целых 24 машины разработчики планируют перевести в коллекционки. Из них 4 шестерки, 6 семерок и целых, ребят, 18 танков восьмого уровня. Что это за танки, сейчас расскажу, ну и на всякий случай этот список опубликован у меня в дискорде в разделе в разработке. Переходите по ссылочке на мой дискорд и будьте в курсе всех новостей заблаговременно еще до того, как я выпущу видео у себя на канале. Там новости публикуются буквально через пару минут после того, как они появляются в официальных источниках. Итак, давайте будем начинать с шестерок. Как я уже сказал, суммарно будет переведено 6 танков 6 уровня, простите, 4 танка 6 уровня в статус коллекционных. Это Тигр-131, Пудель, Павлик-танк и Дикер-Макс. Что касается семерок. Семерок, как я говорил, будет целых 6 переведено в статус коллекционных. И я считаю, что некоторые из них изначально должны были быть коллекционными. В частности, перевестись в коллекционки будут Т-44-85, Т-34-85 Руди. Те танки, про которые я говорил, которые изначально должны были быть коллекционными, но почему-то сделали премиумными машинами. Это Франкенштанг, Фараон и Ликан. Также будет переведена АТ-15А. Тачка, которая мало кому заходит, но будет возможность ее продать, если вдруг она вам не нравится. Ну и давайте будем говорить о самом важном. А именно о восьмерках, которые переведут в статус коллекционных. Это у нас будет Т-54Е2 Акула, Т-25Пилот-1, Тайп-59, Т-34-3, СУ-130ПМ, Скорпион-G, Лика-ПЗ М41-90М, Лансен-С, ИС-2Ш, Химера, Чифтейн Т-95, Калибан, АМХ-Дефендер и АМХ-CDA-105. Все вышеперечисленные тачки будут переведены в статус коллекционных и их можно будет продавать за голду. По каким ценам, ребят, я думаю мы узнаем тогда, когда разработчики все-таки это сделают, ну и соответственно выйдет соответствующее обновление. В любом случае, если будут какие-то еще свежие новости, вы всегда можете найти их у меня на канале. Стараюсь специально для вас и надеюсь вы теперь знаете, какие танки необходимо приберечь или на каких танках вы сможете подзаработать голды. Только помните о том, что разработчики вместе с переведением данных машин в статус коллекционных и при обновлении, в котором это будет сделано, вводят также новую экономику в игру. А именно, вы будете продавать машины за 50% их стоимости, а выкупать за 100%, то есть в 2 раза дороже, нежели изначально продавали. Поэтому не торопитесь продавать свои коллекционки и подходите к этому вопросу крайне скурпулезно и крайне взвешенно. Я стараюсь специально для вас и надеюсь мое видео было вам полезным. А еще, друзья мои, на это видео я потратил огромное количество времени, поэтому если вам не сложно, поддержите меня лайком, помимо вашей подписки на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok